Согласно данным Росстата, более 20 миллионов человек в России бедняки. Разница в доходах богатых и бедных достигла 15-кратного разрыва. Даже президент в послании Федеральному собранию Российской Федерации объявил, что с бедностью необходимо вести борьбу. Заработок не становится выходом из бедности. Часто работа, наоборот, опускает человека и фиксирует его на некотором уровне бедности. То есть, в принципе, он получает деньги, чтобы какие-то там свои первейшие нужды удовлетворять, но недостаточно, чтобы выбраться выше. Он занят достаточно много на работе, полный рабочий день или неполный рабочий день. Это не дает ему возможности искать еще дополнительные доходы и каким-то образом делать. Нет у нас еще и традиции в России получения других доходов. Среди бедных людей преобладают люди среднего и старшего возраста, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Чаще всего, когда появляется второй ребенок, то риски бедности серьезно возрастают. Наш эксперт считает, что для поддержки бедных людей необходимо дать им возможности и мотивацию. Просто поддержка пособиями, дотациями, конечно, вопрос не решит. Потому что повышаемые пенсии, повышаемые выплаты, соответственно, возрастает инфляция, потому что это деньги не заработанные, а просто полученные. И, к сожалению, люди не серьезно улучшают свой уровень жизни. Конечно, не отказываясь от поддержки, но пытаться помочь людям найти достойную работу. Рабочие места в новых сферах, то есть в тех сферах, которые могут приносить доходы, высокие доходы для людей. Не только нефть и газ, а обучать их в рамках IT-технологий, изменения какие-то в промышленности. Сильно скажется на населении повышение НДС до 20%. По подсчетам экспертов, каждый россиянин недосчитается в кошельке больше 4 тысяч рублей за год. Прибыль предприятий упадет, как и покупательная способность населения. Повышение коммунальных платежей тоже не прибавит денег населению. Рост инфляции, ослабление национальной валюты, от этого жить легче не будет. Между тем, по официальным данным, средняя зарплата в регионе в прошлом году выросла на 10% до 31 300 рублей. Знаете, на сколько у меня зарплата поднялась? На 9 рублей. В неделю уходит тысяча рублей на проезд, покушать. То есть, так же студенты, как бы, ищем работу, там кто-то работает, кто-то нет. Траты? Ну, траты остались такими же, как и всегда. Они, в принципе, плюс-минус одинаковые, а денежки стало намного меньше. А как вы делаете? Стали меньше зарабатывать или что? Ну, как бы, да, у меня работа зависит напрямую от доходов населения. Если доходы населения падают, то, соответственно, у меня меньше работы. Поэтому тут все пропорционально. Доходы-то растут у населения, но эти доходы, они не покрывают их расходов. То есть, расходы растут быстрее. Есть такое понятие, как там реальный располагаемый доход. Это те доходы, которые остаются у населения после обязательных вычетов и с корректировкой на инфляцию. Вот они падают. Если даже зарплата чуть-чуть выросла, там разные есть данные, у кого, на сколько, то реальные располагаемые доходы не выросли. Более того, они даже немножко сокращаются. Еще одна статья расходов – это кредиты. Число кредитов возросло практически в два раза. И сумма, которую взяли россияне, что там порядка 37 миллиардов. То есть, могут ли вернуть россияне такую сумму денег? Смогут ли они выплачивать эти проценты по кредитам? Вот это очень серьезная проблема. По оценкам некоторых экспертов, есть такие кредиты, которые превышают доходы людей в принципе. Затронем тему среднего класса в нашей стране. Граждане, относящиеся к среднему классу в Воронежской области, должны обладать доходом не меньше 60 тысяч рублей в месяц. Эти люди не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров. Они регулярно выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит. Имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. Они мобильны с точки зрения карьеры. В России к среднему классу относятся не более 15% населения. В развитых странах Европы средний класс составляет от 60 до 80%. Для нас больше подходит понятие «работающие бедные». Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал.